Варенье сосновых шишек, десерт сосновый бор. Ну что могу сказать про поводу варенья сосновых шишек? Первый раз я попробовал подобное варенье, не знаю, наверное лет 5-6 назад, когда был в Карачаево-Черкесии. Ну, интересное. Сказать, что тогда для меня вызвало вау, какой-то эффект, не могу. В итоге, через несколько лет, производитель Кипреи нам отправляет пробники. И вот эти уже пробники мне понравились. Чем отличается данный производитель? Ну, во-первых, размер шишек, да, то есть здесь нет здоровых шишек, все шишечки небольшие. При этом, давайте я сейчас сюда все это дело. Все шишечки небольшие, нет вот этих веток, да, есть другие производители. Много мы перепробовали в свое время этого варенья. Вот, соответственно, дальше процентное соотношение шишек к сиропу. Посмотрите, да, то есть сколько много шишек. Что говорит производитель? Порядка 100 грамм шишек и общая масса 250 грамм варенья. Учитывая то, что шишки легче сиропа, да, то есть вот они и занимают места, соответственно, достаточно много. Давайте я сейчас попробую. Это не дерево, которое прям дерево. Это, кстати, важный момент. Собираются они зелеными, когда еще зеленые, соответственно, варят их в сахарном сиропе. И они меняют при термической обработке цвет. Они очень нежные. Ну, прям. Производитель очень крутой, очень круто относится к качеству. Очень хорошо. Все на подбор. Вкусно. Многие говорят о том, что это очень полезно. На вкус нежно и при этом такой смоленисто-сахаристый вкус. Сладкий и привкус смолы. Вкусно, интересно. То есть, если хотите удивить. Ну и сами с чем-то интересным чай попить. Очень рекомендую. Сайт 1.ru, поставщик номер один. Розничные оптовые цены. Работаем напрямую с производителями. Также есть другие виды варенья. От этого же производителя у нас есть кедровые орехи в сиропе из сосновых шишек. Есть мармелад ручной работы. Есть конфеты ручной работы. Также делают они варенье из фейхуи. В общем, заходите на сайт. Продолжение следует...